Дорогие телезрители Дорогие телезрители Дорогие телезрители За границей у дагестанского народа. Когда их кучка, они не так уж острые. А думаете, если в домашних условиях ежа содержать, что он будет кушать? Ну, я так, не знаю, но говорят, молочко он ест, ну, наверное, там, насекомых. Домашних насекомых. Да, червячков там. Я понял, спасибо. Спасибо. Просто, правда, настройтесь, пожалуйста, серьезно, хорошо? Важный вопрос просто очень. Я тут не помню, что что-то происходило. Ничего не случилось? Смотрите, все хорошо. И просто один вопрос. Как вы относитесь к ежам? Ну, ежишь, еж, да еж. Как ты относишься? Я вообще в детстве мечтала завести ежа. Серьезно? Да. Отчего в нем такого классного-то? Ну, то, что он такой хороший, колючий. А ты хоть раз его держала в руках? Нет. Откуда знаешь, что колючий, может, и не колючий? Ну, может, и не колючий, но мне воспитательница говорила, что когда она была маленькая, завела ежа, поела его молоком. Мне стало интересно, и мне захотелось его завести. А чего не попросила бабушка же, да, наверное, у бабушки? Чего не попросила ежа? Ну, потому что немного заботы, тем более времени не будет хватать. Не будет, да, думаешь, хватать? Ну, мама все время говорит, зачем нам питомца, если я его все равно через три дня брошу. Ой, ты не должна была этого говорить. Ладно, все, спасибо вам большое. Спасибо за серьезный ответ. Пожалуйста. Серьезные вопросы задаем. Ежи – это серьезные вопросики. Сейчас вы серьезного мужчины спросите. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вас на один вопросик? Несложные. Очень несложные. Вы не представляете, насколько несложные. Как вы относитесь к ежам? Еж – это добро. Еж – это добро. Добро – это еж. Но они миленькие просто поэтому. Жуков едят. Жуков едят? Санитары леса. Нам просто только что девочки сказали, что они едят тараканов. Ну, если в квартире живут, то могут и тараканов. Как, они же быстрые, а жуки, мне кажется, они такие неповоротливые немножко. Вы ежиков не видели? Не видел. Не, я видел, но ни разу не щупал и не общался как-то с ними. Они же колючие. Ну, если злые. Если злые. Они, типа, это их оружие такое, да? Слушайте, а сколько они могут на своей спине, если вы так хорошо разбираетесь в ежах, перенести там фрукты, овощики? Два яблока. Два яблока, не более того, да? Прикольно. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Я где-то слышал, что ежи вообще не могут переносить фрукты и овощи на своих колючках. Это миф. Миф, навязанный мультиками. Может быть и нет, это не точно. Я не знаю. Один вопросик можно к вам? Так он не серьезный, поэтому можете расслабиться. Вот смотрите, мы сегодня общаемся про ежей. Вот что вы о них думаете? Про кого? Ежи. Еж. Животное лесное. Животное лесное? А вы что думаете? Ежик. Ежик это я. Так, а ты что думаешь по поводу ежиков? Ежики знаешь, что такие? Правильно, я бы тоже про ежей не отвечал. Слушайте, а смотрите, если ежика завести дома, думаете, чем его можно кормить? Ну, ежик у нас питается мясом. Еще он ловит тараканчиков. Тоже ловит тараканчиков по-вашему? А как он ловит их? Они же быстрые, маленькие, а он большой. А он еще не быстрый? Мне кажется, нет. Ежики еще какие быстрые. Да? Да. Подождите, а... Что? Ежи умные. Топают ночью, как слон. Да? То есть не очень его, да, заводить? Не. Особенно, если ты живешь на втором, третьем, четвертом или пятом этаже. Не важно, на каком. Это лесное животное, он должен жить в лесу. Ну да, согласен. Ну что, дорогие телезрители, вот так мы пообщались о ежиках. И некоторые думают, что они носят яблоки на себе. Некоторые думают, что они едят тараканов. Некоторые думают, что они топают. Ну, в общем, все что-то думают о ежах, но никто их не заводит. Вот и вы думаете о ежах, но не заводите их дома. Все, это был Быстрый опрос, пока-пока.